Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финнам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим, ну, по крайней мере, как мне мои коллеги-аналитики подсказывают, мы говорим о проблеме ближайшего среднесрочной перспективы. Эту проблему уже начинают все активно обсуждать, рынки уже начинают готовиться к неадекватной реакции на само слово, даже словосочетание, фискальный обрыв. Вот что это такое и с чем его едят? Сегодня мы попытаемся, собственно, обсудить. Я представляю моих гостей. Это Олег Шагов, аналитик промсвязь Банка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И это Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, пока Михаил, как всегда, занят своими делами. Я, чтобы его не отвлекать, обращаюсь к слушателям. Уважаемые слушатели, напомню, вы можете принять участие традиционно в нашем разговоре, в нашей беседе, задать вопросы или поделиться собственным мнением. Для этого существует многочисленные, как говорят в таких случаях, средства коммуникаций. Так вот, одно из них это телефон. Дедовское средство, я бы сказал, коммуникаций. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Следующее средство, это сайт компании finam.fm. Там есть закладочка специальная. Кто-то меня, правда, спрашивал, а как задавать вопросы. Очень просто. Заходите сейчас на сайт, видите наш эфир, там есть задать вопрос, нажали и вперед, и задали. И я его увидел, и прочел, и услышал ответ. Более того, для многочисленной, многомиллиардной аудитории клиентов инвестиционного холдинга Finam есть теперь возможность присоединиться к нашему мероприятию в прямом эфире. Для этого надо зайти на сайт компании finam.ru и нажать на ссылку «Видеоретрансляция», как-то так это называется, программы сухой остаткой, не только услышать, но и видеть нас в прямом эфире и, соответственно, задавать вопросы. Их я тоже вижу в разделе, собственно, чата и так далее. Вот таковы эти самые средства коммуникации, собственно, но можно приступать. Ну, традиционно я начну с того, что нарисую картину маслом. Посмотрим, что происходит сейчас на финансовых площадках в Москве. Восемнадцать ноль пять и что же мы видим? Теперь я уже начинаю не с американцев, как раньше, потому что они еще не присоединились к нашему сегодня веселью. Бурному, я бы так сказал, буйному веселью. А мы вместе с Азией и с Европой сегодня веселимся, потому что индекс РТС вырос почти на 1%, 1400 пунктов текущая котировка. Индекс ММВБ скромнее, но тоже по известным причинам вырос на процент с лишним, 1398 текущая котировка. Посмотрим, что сделают американцы через меньше, чем через час присоединяться к нам. Но, в любом случае, пятничное закрытие, небольшой отскок дает основание надеяться, что и они будут радоваться. Тем более, у них на этой неделе праздник, Олег, да? Да, День Благодарения. День Благодарения. Там они традиционно кушают птицу. Да, и перед ним традиционно растут. Да, конечно. Ну, это логично. Чтобы купить птицу, надо заработать. На чем заработать? Надо купить индекс Доу Джонса, например. И за четыре дня заработать на индейку. Так, сырьевые рынки и Форекс тоже, что неудивительно, прибавляют сегодня. Нефть марки Брент почти 2%, 111, чуть выше, 111,02 за баррель текущая котировка. Золото, огорчив тех, кто на него смотрит пристально в пятницу, сегодня радует. Потому что выросло существенно. И 1730 долларов за унцию уже стоит. И это радует, наверное, кого-то. Индикаторы валютного рынка, в частности, главный из них, это пара евро-доллар, также блещет оптимизмом, не сильным, но все же уверенно держится выше 1,27. 1,27.80 текущая ее котировка. Ну и последний из картины маслом набор голубых фишек. Ну, такой набор традиционный, который, опять-таки, мы увидим на сайте компании Финам. Сегодня в зеленом цвете. Ну, и радует глаз. Аспром прибавляет больше процента, Лукойл больше процента. Роснефть больше процента. Сбербанк больше полутора процентов. Северсталь больше двух, почти три процента. О, как! Отстает Уралкалий. Он сегодня в отрицательной территории. Ну, наверное, у него что-то случилось. Где-то он чего-то плохо себя чувствует, видимо. Ну, и об этом мы тоже сумеем сегодня поговорить, если это будет интересно. А сейчас главное. Главное. Итак, фондовые рынки под давлением фискального обрыва. Напомню еще раз, тема сегодняшней программы. Действительно ли это так? Откуда взялось это давление? Ну, а для начала, Олег, тебя прошу. Расскажи нам, а что это такое за штуковина? Фискальный обрыв. Как-то он очень страшно звучит. Мне, например, больше. Ну, тема фискального обрыва достаточно полно и широко освещает в средствах массовой информации. И можно послушать и радио, и телевидение. Сейчас это наиболее популярная тема. Но ты будешь смеяться, вот наши слушатели именно это сейчас и делают. Они слушают радио. И смотрят телевидение практически. Практически, да. И пытаются понять, что это такое. Дело в том, что начиная со следующего года, с января следующего года, в США вступает в силу повышения налогов и сокращения расходов, которые может составить в совокупности около 600 миллиардов долларов и негативно отразиться на состоянии экономики в США. Но мне кажется, что вот этот бюджетный обрыв, это скорее, опять же, некоторая страшилка. Звучит катастрофично. Ну, то есть, вся идея в том, что нужно будет, да, вот эти госрасходы 600 миллиардов где-то найти. А их нет. Ну, пока их нет. Я думаю, что их будут искать долго. Я даже знаю, где я их найду. Миш, как ты думаешь, там найдут? В загашнике, в известном? Кстати, еще один вопрос, извините, я тебя прерву на секунду. Может быть, он не относится напрямую к теме фискального обрыва, но мы, по-моему, обсуждали это некоторое время назад, что в декабре месяце у Федрезерва лицензии на печатание денег заканчивается. Это правда? Ну, говорят об этом. Ну, ее продлевают, естественно, в таких случаях. Я думаю, что и вопрос с фискальным обрывом тоже будет старательно продлеваться и решаться, потому что даже если все произойдет так, как пока ситуация складывается, то есть ничего власти в США предпринимутся, все равно... Но они уже начинают договариваться, я не знаю, как это, да? Ну, они начинают договариваться, мы видим реакцию рынков буквально на эти самые первые сообщения, на том, что возможно достижение компромисса, ветви власти американские понимают значимость этого процесса и будут стараться достигнуть договоренностей. Но даже если с 1 января они не смогут до 1 января договориться, на мой взгляд, там все равно существует еще, может быть, месяц или два до тех пор, пока это начнет оказывать реальное состояние. Потому что очевидно, что поступление налогов не начнется там с 1 января. Дай бог оно там с 1 февраля или с 1 марта пойдут какие-то. Ну, то есть вот эта даже формулировка, фискальный обрыв, и что это в нашем представлении обрыв, да? Это шел, 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 потом раз и упал. Сорвался и упал. Да, сорвался и упал. То есть формально нет такого обрыва, да? Формально такого обрыва нет, и я думаю, всячески вот эту вот такую ступенечку, ее постараются стесать, сгладить, и чтобы этот финансовый обрыв превратился в некоторый такой пологий, что ли, участок. Спуск, пологий спуск. Пологий спуск, да. В бездану причем все же. Ну, тем не менее, проблемы американцам все равно придется решать. Нужно изыскивать какие-то дополнительные доходы для того, чтобы сокращать бюджетный дефицит. Нужно сокращать расходы, опять же, для того, чтобы сокращать бюджетный дефицит. И я думаю, что тут и будет происходить и сокращение расходов. Прежде всего, наверное, это коснется военных расходов. Они у них невероятно большие. Если посмотреть на военный бюджет США, то там есть... Есть опасность, глядя на последние дни даже, да, за окошечко, есть опасность, что они увеличатся, если американцы примут участие косвенно или напрямую в тех известных событиях? Я думаю, что они постараются дистанцироваться от этого. Ну, опять-таки, вот с этой точки зрения, потому что если сейчас влезть еще в активные боевые действия, рядом еще один обрыв рисуется. Будет нужно очень много денег. Нельзя вести столько войн. Одновременно причем. Одновременно, да. Это грех, я считаю. Миш, как ты относишься к фискальному обрыву-то? Расскажи. Тревожно, конечно. Тревожно, да? Если Алан Гринсман тревожно относится. А, кстати, что он по этому поводу говорит? Ну, он буквально, кстати, на прошлой неделе тоже интервью давал. Ну, там в основном такие расплывчатые фразы, что, в общем-то, это очень опасно, серьезный удар по экономике, но, грубо говоря, одной из его мыслей является то, что так или иначе как-то кровь надо потихонечку пускать. Да, 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 больному. Ну, да, с точки зрения бюджетной консолидации, что в этом русле надо как-то двигаться, но, естественно, он говорит, что так резко, да, соответственно, то, что сейчас на повестке дня, лучше это не делать, потому что это, в основном, очень пагубно скажется именно на экономике. Кстати, очень примечательно, опять же, тоже мнение рейтинговых агентств, я не помню, то ли Moody's, то ли Fitch, да, то есть, в общем-то, считается, да, в принципе, нужно снижать бюджетный дефицит, да, что там долг ОООП как-то там выравнивался, да, но именно вот в части скорости этой бюджетной консолидации, по-моему, Fitch, ну, не помню точно, или Fitch, или Moody's, они высказали, да, такое, опять же, мнение, что, если, соответственно, вот такое одномоментное, снижение, да, такая бюджетная консолидация произойдет, там, по доходной части, соответственно, и по расходной части, то это может, как бы, настолько сильно ударить по экономике, что, может быть, скорее, в этом случае они снизят рейтинг, чем если бы, соответственно, формально, формально боролись, там, соответственно, с бюджетной консолидацией, вот, поэтому, в общем, тема серьезная, потому что, очевидно, если в той жесткой форме, какую мы имеем сейчас, мы увидим в первом квартале, там, серьезные права по ВВП, потом ситуация, наверное, выровняется, да, потому что год к году... Ну, провал по ВВП именно вот связан с этим, да? Да, ну, потому что год к году, соответственно, показатель, вероятно, может быть действительно хуже, потому что самое главное, это то, что налоги... Слушай, мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем наш сегодняшний эфир, сухой остаток в эфире Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, напомню сразу гостей, это Олег Шаков, аналитик промсвязь банка, Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Далее, напоминаю, телефон 6510-99,6, код Москвы-495, далее сайт финам.фм и сайт финам.ру, где вы можете, собственно, вопросы задавать. Ну и последнее напоминание, мы говорим сегодня о фискальном обрыве, потому что, как звучит предположение, фондовые рынки, ну и финансовые рынки в целом находятся сейчас под давлением близости или под давлением вообще возможности этого самого фискального обрыва. Олег, это так? Действительно, под давлением они находятся? Ну, финансовые рынки и фондовые рынки, в частности, больше всего пугают неопределенность. Когда появляется неопределенность, то ли будет... Любая. Да. Насколько страшно, непонятно, какие будут приняты решения, как это повлияет. Если ничего не делать, что вряд ли, конечно, произойдет, последствия могут быть серьезными. Но поскольку мы уже видим первые какие-то намечающиеся договоренности между американскими ветвями власти, то, соответственно, и фондовые рынки вот сейчас в моменте реагируют на это все позитивно. У меня просьба, смотри какая, если можно поподробнее. Вот есть позиция республиканцев, я так правильно понимаю, да? Собственно, они по поводу чего договариваются. У них некая одна позиция, у демократов некая иная позиция. И они компромисс этот не находят. Кстати, насколько корректно... Я просто действительно и в средствах массы информации в последнее время это часто вижу. Насколько корректно связывать или сравнивать ожидания вот этой истории под названием «Физкальный обрыв» с событиями, ну, уже полуторагодовой давности, когда в августе прошлого 2011 года мы также пристально следили, даже кто-то, наверное, ставки делал. Затем, как будет решаться проблема потолка государственного долга, да, в августе, вы помните, этот. Ну, это тоже ждет нас в ближайшей перспективе. То есть это можно сравнивать, да? Ну, это можно сравнивать, и это тоже одна из проблем, которые должны будут решать в ближайшее время. Поднять опять очередной раз потолок государственного долга. Об этом они тоже должны будут договориться. И еще о чем? Что касается позиций республиканского демократов, то они, в общем, особо не распространяются на эту тему. И, скорее, там идут переговоры с закрытыми дверями. Кулуарные. Да, ни та, ни другая страна не хочет выглядеть как бы убийцей американской экономики. Олег, извини, пожалуйста, я тебя перебью, может быть, это для тебя даже будет интрига. И вот среди нас Миша Гонопольский. Ну, с нами он сегодня, а у него известно, как известно у него есть. Ну, я просто вспоминаю, летом, помню, ты прилетел когда из Нью-Йорка, и сразу начались события какие-то. Не, я ниоткуда не прилетал. Все будет нормально. Не, ты не прилетал, но у тебя, видимо, есть какая-то связь, да. Специальная информация. Мистическая, не, ну ладно, по поводу специальной информации не будем. Мистическая связь, может быть, у тебя какая-то есть, и ты приоткроешь это. О чем они договариваются? В целом, да, то есть, в целом, принципиально, позиции следующие, это демократы, они больше настаивают в рамках бюджетной консолидации на росте доходной части, поэтому они более агрессивно настроены по определенным типам налогов. Соответственно, опять же... Агрессивно, это значит, они за повышение налогов. Ну, больше как бы, ну, в некоторой степени, да, за повышение налоговой нагрузки. Они в большей степени в этой части уступают и более сдержаны по расходной части. То есть, республиканцы, если так, в общем, да, задать, как бы, направление, у них общее направление следующее, они менее агрессивны по доходной части, то есть, например, опять же, вот, по ключевому вопросу доходной части продления налоговых льгот, они считают, что всем надо продлить, а демократы уступают за то, чтобы, как бы, не продлевать, там, людям, которые больше 250 тысяч долларов в год зарабатывают, то есть, более богатым. И, опять же, там есть еще ряд налогов, да, там, в том числе, связанные с доходами от рынков ценных бумаг, где демократы более агрессивно настроены. Но при этом республиканцы более агрессивно настроены в части расходной части, то есть, они больше, у них направление по бюджетной консолидации за счет расходной части, а у демократов больше по доходной части и более сдержанной. Вот, соответственно, в этом торг, да. Опять же, сейчас, да, там, ну, ключевой вопрос сейчас, если уж так, в моменте, это вот по продлению налоговых льгот, соответственно, демократы считают, что богатым, это одна из позиций ключевых Обамы, не следует продлевать, тем самым повысится нагрузка, плюс там ряд налогов других еще могут быть повышены, да. А республиканцы, соответственно, они считают, что всем продлевают, да. То есть, с точки зрения, на самом деле, даже когда были, даже когда еще мы не знали, кто будет президентом США, да, и смотрели программы Румни, да, и, соответственно, Обамы, там было видно, что с точки зрения экономики, финансовых рынков, по крайней мере, в краткосрочной перспективе для рынков, ну, и для экономики, более, как бы, позитивной была программа Румни. Угу. Поэтому, соответственно, тут сейчас тяжело рассуждать, там, почему рынки упали после победы Обамы, хотя первую половину дня, я помню, этого дня они росли, когда, как бы, вроде бы, кто-то, ну, росли они на том, что, в общем-то, хоть кто-то стал президентом, а не было, как когда Буш-младший, там, еще на месяц растянулось, когда спорная ситуация. Ну, то есть, да, была самая определенность, да. Да, а потом, в общем-то, они падали, да, ну, то есть, может быть, с фискальным обрывом. Мы можем, как бы, объяснить по-разному, но так или иначе. Олег, а почему ты думаешь, что они упали? Если, ну, ты согласен, во-первых, да, с позиции Миши, что для американского бизнеса, для крупного и для рынков, то Румни был бы, может, более предпочтительным. Выиграл Обама, а рынки начали падать. Я смотрел, я смотрел, как раз утром на рынке в этот день, и, в общем, они начали трости, как раз, когда стало ясно, что Обама выигрывает. Я думаю, первая реакция рынков была связана с тем, что появилась какая-то определенность. Да, все опасались того, что подсчет голосов может затянуться на многие месяцы, и начнутся какие-то встречные судебные иски, но когда Обама достаточно легко выиграл эти выборы, все вдохнули свободно, и была такая эмоциональная окраска, всплеск. Но потом все поняли, что проблемы-то американские, они все равно остаются, там, выиграет Румни, выиграет Обама, все равно нужно решать проблему этого фискального обрыва, всего нужно поднимать патологию снастного долга. И, в общем, как мы видим, согласно последним данным, выходящим макроэкономической статистики, и экономика себя в последнее время, там, чихает, скажем так, американская. Вот. Поэтому, на мой взгляд, тут последующее падение было связано как раз с ожиданием каких-то непростых решений, связанных с теми событиями, которые сейчас происходят. И, в общем, как только появились некоторые признаки того, что вроде бы как стороны могут договориться, опять же, легко и просто, рынки начали отыгрывать назад. Но если посмотреть на наш рынок, в целом, вот, в перспективе последних месяцев или даже года, мы вот этот год начинали на отметке 1400. Это ты на наш, непосредственно, на наш теперь. Да, индекс МВБ, 1400 пунктов мы начинали. И заканчиваем так же. Так же мы сейчас и находимся. Ну, это позитивно, смотри, откуда вышли, туда пришли, это же всегда приятно. То есть, мы сходили наверх, мы сходили вниз, и так несколько раз, но, в принципе, ничего за год не изменилось. То есть, мы обсуждаем какие-то проблемы, там, вот, а рынок просто совершает прыжки на месте. Вот вопрос, кстати, по этому поводу, ну, гипотетически, конечно, давайте предположим, что рынки, ну, наверное, о нашем уже заговорили, поскольку пусть будет российский фондовый рынок будет снижаться к Новому году. То есть, до декабря месяца мы увидим именно эту динамику. Хотя, может быть, она и будет нейтральной в какой-то виде опять, да? А что будет после январских праздников? Ну, давайте сначала доживем до январских праздников. У нас же там еще конец... Света? Света. Намечается тоже событие. Ну да. Ожидаемое. Что мы рассуждаем? Какой обрыв его не будет? Мы не доживем. Что касается в ближайшее время, то вот и в прошлом году, и в позапрошлом году был всплеск такой на российском рынке акций именно в конце ноября, в начале декабря, на период, на который приходится День Благодарения Американский. А с чем это связано? Ну, вот прошлые времена с чем связаны? Я думаю, что это связано просто с закрытием коротких позиций там на американском рынке перед длинными праздниками. Чисто исторически даже есть, там обсуждались такие торговые системы, типа купить за три дня, за Дня Благодарения, весь год ничего не делать, продать через три дня, после Дня Благодарения и чувствовать себя очень хорошо. Ну, кстати, учитывая динамику индекса РТС, о котором ты говоришь, что это, может быть, самая результативная стратегия в этом году. Да-да-да, потому что народ там всю дорогу, весь год практически, и в нулях, в лучшем случае, а тут за три дня сразу годовую доходность поднять, да? Вот, ну, потом есть такой феномен, опять же, какой-то рождественской ралли, ну, тоже, видимо, связано с тем, что волатильность рынка снижается в преддверии длинных праздников. И тут, как бы, есть антикорреляция некоторая между волатильностью и динамикой, то есть, когда рост волатильности, рынки снижаются, когда волатильность снижается, рынки прибавляют. Я думаю, что вот отчасти с этим эффектом связано. Оно не всегда бывает, это предновогодняя рождественская ралли, но вот... Опять, по статистике, да? По статистике, скорее, бывает, чем не бывает. Вот в прошлом году весь выхлоп там вылился, почти 10-процентный рост индекса МВБ где-то там с 20-х чисел ноября там по 5-6 декабря. И после этого рынок там опять начал сползать на ту же самую отметку 1400 пунктов, от которой подскочил до отметки 1500. А, кстати, Олег, напомни, пожалуйста, у нас в будущем году, в январе, у нас опять длинные праздники. Ну, у нас, я имею в виду, биржи-то помните, как в этом году начали биржи работать? По-моему, биржи торговать не будут. Не будут, да? Я где-то читал такое о том, что они не захотели торговать в этот раз, но все могут изменить, особенно если поступит приказ торговать. Будут торговать. То, что происходило, да, в этом году, в январе. Что касается в целом прогнозов на какой-то тут, мне кажется, что вообще построение прогноза, это является не очень корректной задачей. Ну, это нормально, это мы знаем. Поскольку не хватает данных для того, чтобы предсказать то, что будет, ибо задача очень похожа на то, что меняются условия в процессе самой жизни рынка. Ну, это логично. Предстоит решение вопроса по фискальному обрыву, по потолку государственного долга США, по Греции и других проблем европейских. Очень много неопределенностей. И поэтому сказать, что будет в январе, можно только, когда начнет проясняться ситуация с решением этих вопросов. Потому что если ничего не решат, то будет плохо. Извини, я пошучу. Сказать, что будет в январе, можно только в феврале. Ну, по крайней мере, со стопроцентной вы верите. Нет, ну, я бы не заглядывал в феврале. Не уверен, что в феврале можно сказать, что было в январе. Я думаю, что можно будет сказать. А что это было в январе, представляешь? А что это было в январе, это никто не знает. В январе. Традиционно, опять же, если говорить о сезонных факторах, отвлекаясь от всяких внешних сил и воздействий. В январе рынок зачастую такой вот вялый. Тем более, мы будем первую половину января, скорее всего, опять отдыхать. Ну, а нас-то, да. И мы откроемся с ГЭПом в ту сторону, в которую за это время уйдет Америка с Европой. Куда они уйдут, зависит от тех вопросов, которые будут происходить. Я не исключаю того, что это может быть соглашение достигнуто в последние дни, там, декабря или, там, ближе к концу года. Оно может быть даже перенесено и на первые дни следующего года, поскольку это равно счетом ничего не меняет. Как я уже говорил, у американцев даже в следующем году есть месяц-два для продолжения согласования и решения всяких вопросов, связанных с бюджетным обрывом. Ну, смотри, это действительно ничего не решает, но, с другой стороны, конечно, это, как бы сказать, это неблагородно, да, это нечеловечно по отношению к рынкам, ведь они уже будут все это время переживать. Будут переживать, и я бы сказал, что по мере приближения... Мы сейчас это обсудим, послушаем новости на финале ФМ. Ну что ж, продолжаем наш разговор, ушли мы на новости, к сожалению, Олег, я вынужден был перебить, и говорили мы о некой статистике все же, да. Ну, давай еще раз, если можно, смотри, если отбросить в сторону, хотя это, понятно, что формальности, по большому счету, так рассматривать перспективы рыночные нельзя, но если отбросить в сторону некие события, а просто говорим, вот ежегодно в конце, ну, как в известном фильме, каждый год, 31 декабря, мы приятелями ходим, да. А в отношении рынков ежегодно, конец декабря, пардон, там, да, конец ноября... Ну, вот мы обратили мимо на два сезонных фактора, это фактор, связанный с Днем Благодарения, в районе которой американцы зачастую вот в прошлые годы по статистике демонстрировали какой-то оптимизм, ну, и также некоторое предрождественское ралли, которое нас ждет в декабре уже. Ну, там рынки стихают, и я объясняю это снижением волатильности фондового рынка. Сейчас, кстати, волатильность тоже не очень большая на американском рынке, а в декабре она будет, видимо... — Еще меньше. — Да, меньше из-за низкой активности людей. И просто те люди, которые имели короткие позиции, они не хотят их оставлять на длительный срок и прикрывают, предпочитают их открывать. — Не переносит на следующий год, например. — Да, на следующий год, что, в общем, тоже логично. — Извини, пожалуйста, я еще раз тебя перебью. Друзья мои, значит, я обновил картину маслом, открылся американский рынок, вот, и надо сказать, включился он. Вот буквально, да, во время новостей, две минуты назад мы говорили, что по процентику каждый из них прибавляет. Я имею в виду Dow Jones и CP, а теперь уже S&P 500 и 1372 почти процент, Dow Jones 12,687 — 0,7%, а вот если я сейчас еще раз это дело обновлю, наверное, уже и больше процента будет. Вот это нормальная такая торговля. А давай-ка еще... Да, уже CP больше процента, процент с лишним. То есть отскок, отскок, серьезный такой отскок наблюдается, и дай бог, чтобы, наверное, порадовало это нас сегодня в том числе. Хорошо. Значит, мы еще не уходим с вами от обсуждения темы фискального обрыва, мы, естественно, к этому еще раз вернемся. Но вполне логично, наверное, посмотреть не только на Штаты в данной ситуации, да, с точки зрения событий экономических, а посмотреть на Европу и на Китай, что мы делаем опять традиционно. Ну, в частности, Еврозона, завтрашние заседания Еврогруппы по поводу очередного, да, уже такой сериал про Грецию мы смотрим, многочисленный, да, много раз уже одно и то же. Давать, не давать Греции денег, ну, как они себя ведут и так далее и тому подобное. Миш, как ты к этому относишься? Ну, я понимаю, скептически, наверное. Да нет. Я нормально? В смысле? Ну, в смысле, вот завтра... С точки зрения того, что происходит в Греции, в общем-то, понятно, что там происходит. Вот, поэтому... А вот с точки зрения... Главная задача текущей власти — это не допустить новых выборов, потому что если вдруг, соответственно, какой-то законопроект в ближайшие месяцы им надо будет утверждать, и коалиция опять распадется, то, в общем-то, после этого на выборах уже никакой коалиции не будет, и там последние опросы говорят о том, что Сирица, да, Сирица, вот эта вот левая партия, которая второе место заняла, она, если бы выборы были сейчас, она займет четкое первое место, и она уже, соответственно, так прогибаться под европейскими институтами не будет. Это к чему приведет? К выходу все же? Ну, это приведет, возможно, к прекращению финансирования, соответственно, да, пагубным последствиям, да, в финансовой системе Греции, прежде всего. Вот, Европа, может быть, там отчасти что-то дисконтировала, что-то еще осталось, но для Греции это будет, как бы, такой жесткий переход на новый этап ее развития. Вот, но это вещь такая гипотетическая, в моменте мы сейчас имеем то, что от Греции уже никто не требует, соответственно, все европейцы ее похвалили за то, что она смогла там пролоббировать те законы, которые она сделала с точки зрения бюджета консолидации, и с точки зрения европейских чиновников, да, соответственно, они сейчас уже в рамках просто схемы предоставления средств ищут, где там что залатать, там, есть различные там варианты, да, чтобы выйти на нужные ковенанты в рамках этой программы помощи. Поэтому, если брать, как бы, новостной фон и комментарии, там, министр финансов Германии, там, Франции и так далее, за последние недели все они были позитивные с точки зрения, что они выход найдут. Вот, поэтому я думаю, что то, что рынок там падал в предыдущей неделе, это было, на мой взгляд, целиком полностью там на фискальном, на фискокрифе, да, на неопределенности, это не было связано с какими-то там ожиданиями по Греции, хотя там иногда и какие-то непонятные новости выходили на эту тему, но это, я думаю, рынок сейчас полностью уверен, что Греция, по крайней мере, этот транш получит, и пока не было какого-то удара и разыгрывания. На прошлой неделе даже разместилась, смогла, да, краткосрочной бумагой? Ну, векселяне всегда размещают, там их покупают, в основном, греческие банки, которые потом это все заносят в ЕЦБ и в свой центральный банк получают деньги, и, в общем, это... То есть это не показатель. Хороший схематоз, поэтому здесь все работает, мне кажется, показательным было, опять же, то, что, по-моему, то ли в начале прошлой недели, то ли недели ранее, ЕЦБ, ну, это просто формальный признак, что на текущий момент, наверное, европейские институты и в целом политики не настроены как-то отбрасывать Грецию, то, что ЕЦБ, я помню, была новость, она так фоном прошла, в принципе, даже так, кто хотел, тот увидел, как говорится. То, что ЕЦБ там даже расширил какой-то перечень обеспечения, по которому могут греческие банки закладывать в рамках операции рефинансирования. В общем-то, ну, для меня это как косвенно просто подтвердило то, что если на такой шаг Европейский институт идет, то, наверное, соответственно, это некая согласованная позиция с остальными, да, в том, чтобы сейчас как бы такого европейского обрыва, да, раз мы про обрывы... Да, уж слишком много обрывов, конечно. Не произошло, поэтому, в принципе, рынок сейчас, ну, он как бы не разыгрывал тему, что Греции сейчас будет плохо, в принципе, рынок настроен, что это все как-то рано или поздно, там, недели ранее или позже, как-то пока золотается, это, да, то, что там будет весной, пока рынку не очень интересно, это будет весной, да, там, вот. Поэтому, ну, в Греции все плохо, пока, я так понимаю, с точки зрения политических решений, да, европейские политики настроены часто там определенный транш дать, вот. Я не знаю, как там разыгрывается карта выборов в Германии, которые будут там к осени следующего года, планируют ли они там, как бы, дотягивать до того момента Греции, да, ну, то есть это очень сложно. Ну, в моменте, да, пока, здесь пока рынок настроен позитивно, и комментарии, там, крупнейших чиновников на прошлой неделе были в том, что этот процесс, там, неделя ранее, неделя позже, так или иначе, будет завершен, и они определенную схему для достижения нужных ковинантов достигнут. Вот, скажи, пожалуйста, учитывая то, о чем ты говоришь, да, в Европе, ну, в частности, в Греции, там, настроены более-менее позитивно, эту карту не разыгрывать, учитывая, что и американцы находят пути, да, для того, чтобы договориться. Я могу сказать, что на самом деле, да, то, что рынок там S&P, да, вот, он упал, в принципе, там, от максимума упал, там, процентов 8-9, наверное. Ну, ожидаемый, кстати, да, об этом многие говорили как раз. Что характерно, за это падение индекс ВИКС, он не сильно вырос. ВИКС, ну, то есть волатильность на опционах, да, обычно, соответственно, когда идет какой-то сильный, там, страх на рынке, да. Ну, да, индекс страха его так и называют. Да, так его поэтому называют, он обычно более сильно растет. Вот за это падение, в принципе, он вырос не очень сильно. А это, говорит, с одной стороны, это позитивный фактор, с другой стороны, скажу, почему это негативный. Почему? Позитивно, это то, что, в принципе, там, крупные, там, инвесторы, наверное, да, то, что мы видели, вот это падение, это, в общем-то, такое закрытие спекулянтов, вот. То есть они сидели, ждали, ждали, и не дождались, да. Ну, они решили на всякий случай, все-таки тема серьезная, да, как бы пока закрыть позиции, и, там, как-то, может быть, кто-то там спекулятивно, да, там, как-то зашартил, да, там, технически какую-то картинку разыграл, да. Вот, но это не позиция крупных игроков, скорее всего, вот это движение, да, потому что какого-то панических распродаж не было, хотя, там, бывали дни, когда индекс падал, но проценты выше, да, американские, это для них существенно, но на этом фоне какого-то роста волатильности такой на опционах не происходило. То есть, в принципе, да, пока, наверное, многие крупные инвесторы, да, они настроены все-таки на то, что, о чем мы сейчас говорим, что так или иначе, какая-то договоренность есть. Вот, негативно в этой теме заключается лишь то, на мой взгляд, что мы не можем сейчас сказать, что в текущей котировке после этого падения того же СНП на 8-9% рынок дисконтировал фисковый клифф, абсолютно. Ну, то есть, значит, что если все-таки эта тема реализуется, нас ждет, в общем-то, очень много и впереди, и очень страшно, вот. Ну, ладно, не будет. Но пока все, пока, опять же, да, это подтверждение того, что в Америке, да, какая-то компромисс будет достигнут, те, кто участвовал в встрече с Обамой, да, конгрессмена, да, там, сената, я не помню, там, четверо было, там, двое республиканцев, двое демократов в пятницу, один из них сказал, что до Рождества они наметили план решить этот вопрос, то есть, до конца декабря все-таки, да. То есть, в этом году, как минимум? Да, ну, по крайней мере, надеется, вот. Ну, я тоже, в общем-то, я надеюсь, ну, у меня как-то, с точки зрения статистики, все-таки сложилось мнение, что в Америке в такие моменты более оперативно работают, чем в Европе, вот, последние два года то, что они делают, вот. И, в принципе, есть, как бы, все-таки надежда, да, что политически, да, в Америке эти процессы все в нужное время, сейчас никакой выборной гонки нет, поэтому вопрос надо решать, да, никто не выборит. Как говорят такие случаи, разум восторжествует, американский разум восторжествует. Собственно, надеется, что европейцы за эти, там, два года кризисов, наконец-то, дошли до какой-то точки, чтобы как-то все-таки быстрее реагировать, но это мы как раз посмотрим на саммите в середине декабря, дойдут ли они более конкретную дорожную карту, там, да, по консолидации. Я понял, спасибо, и, Олег, тебе вопрос, собственно, следующая, да, третья точка активности, что ли, мировой экономики, это Китай. Третий Кит. Третий Кит, хорошо, да, третий Кит, это Китай, нормально, смотрите, ну, понятно, да, что закончились выборы, ну, если их можно так назвать, закончилось мероприятие, посвященное, точнее, да, смене власти, власти пришли молодые, задорные, я, кстати, сегодня слушал тоже одну из телевизионных передач, вот там так это представили, что ребята, которые сейчас у власти, там, да, уважаемые люди, они прошли огонь и воду и медные трубы, потому что они были детьми еще при Мао Цзэдуне, да, которые устраивая, вот, после известных событий, так сказать, культурную революцию, да, просто гнобил там весь этот, все это поколение. Родители которых репрессировали. Родители, да, они, собственно, прошли огонь и воду, да, в ссылках они там от земли, что называется, от сахи, там все это тяжелый труд, а сейчас они, то есть они готовы, как бы, достаточно, достаточно активно смотреть вперед, у них есть крылья за спиной, у них там есть здоровый какой-то оптимизм, вот, что ты по этому поводу скажешь? Я хочу сказать, что тут же опять ситуация несколько неопределенная, поскольку новые люди, приходящие во власть, они в себе стоят, как и... Они новые, да? Ключевое слово, новые, все равно они новые. Все равно они новые. Возможность изменения политики в направлении структурных реформ, которые необходимы китайской экономике. Но если люди эти недостаточно хорошо понимают, как сейчас устроена китайская экономика и что можно перестраивать, а что перестраивать... Ну, вот, кстати, они, по-моему, все-таки в материале, что называется, да? Они не со страны же пришли, они имели должности и предыдущих... Ну, я бы тут обратил внимание на такой нюанс, что Америка, например, ФРС, опубликовала экономические сценарии в будущем. Она теперь подвергает стресс-тестам американские банки для того, чтобы определить, как они могут перенести... Сценарии американские они? Американские, да. Вот американский сценарий предполагает резкое замедление активности в Китае, которое отразится и на Европу, и на США, и это может распространиться вообще в целом по всему миру и стать, ну, некоторой неожиданностью. То есть, вот, после прихода нового руководства начнутся какие-то негативные тенденции, ну, грубо говоря, когда ты не знаешь хорошо тот механизм. Ну, это было видно на примере. Ну, это действительно, да. Ну, Китай вообще механизм такой, который сложно узнать. Сложно узнать, да. Да, скорее его там интуитивным как-то образом... Ну, они сами там что-то там, да, такое... Управляют. Вот, и поэтому нельзя исключать и негативного развития в Китае событий, когда начнется резкое замедление китайской экономики, тем более предпосылки к нему есть и со стороны европейской экономики, и со стороны... То есть, со стороны внешнего фона и со стороны внутреннего спроса. Внутреннего фона, да. Вот, поэтому... Олег, смотри, мы сейчас слушаем еще раз... Да, привет. Да, привет. Властей в какой-то степени смены, да, руководства. И, опять-таки, да, секретная информация. Олег прочел тайное послание Федрезерва, да? Тайное послание. Нет, не тайное послание. Это я шучу, конечно. Об этом вот написал... Была информация... Что есть ожидание того, что Китай может подложить неожиданно, да? По крайней мере, ФРС предусматривает в одном из своих стресс-тестов, которые предлагают американским банкам, такой сценарий, потому что Китай в действительности это вторая экономика мира. И, в общем, состояние ее находится в определенной степени в тумане, поскольку особого доверия к тем данным китайской статистики, которые мы видим, ни у кого нет. И если там действительно начнутся какие-то проблемы, я думаю, что мы это почувствуем именно на состоянии самой экономики. Об этом можно два слова? Есть и политические проблемы, связанные с тем, что, я думаю, усилится трение между Китаем и США с приходом нового руководства. В этом отношении, я думаю, что по отношению к России новое руководство Китая будет проводить дружественную политику. То есть, скорее... И отсюда трение с американцами. Да, видимо, вот... Я понял, я понял, да. Ну, то есть, понятно, что в этом направлении точки зрения не совпадают. Миша, а с точки зрения экономики, что ты видишь? Какая бомба может быть в Китае? Ну, я вижу, пока я вижу там, в общем, стабилизацию экономики, PMI, которые по Китаю выходили, соответственно, и вот на этой неделе должен выходить предварительный ноябрьский, да, PMI, 6BC, в четверг. Они показали о том, что на четвертый квартал мы увидим стабилизацию, вот такую плавную, да, на тех уровнях, после падения, которые было достигнуто, после падения темпов роста. Опять же, да, когда мы говорим о Китае, мы говорим о том, что там какое-нибудь промпроизводство, розничные продажи, экспорт растут там 9-13% год в год, о чем в том числе и в России могли бы мечтать. Вот, вместо того, как они росли там по 15-20% там предыдущие годы. То есть в какой-то степени это замедление, да, китайское выросло? Да, замедление. ВВП идет этот год там на уровне 7,5, там, может, чуть повыше, да, чуть ниже. То есть уже неизначный. Да, следующий год, на мой взгляд, при отсутствии фискал-клифа, опять же, никуда от этого не деться, потому что, соответственно, китайские, это покажется по-прежнему экспортно-ориентированная экономика, и поэтому для всей мировой экономики, да, опять же, тема фискального обрыва, она ключевая, потому что если будет эта ситуация в США, отрицательные там, то есть показатели первого месяца 2013 года, то это неминуемо скажется в Китае, да, и, соответственно, это будет главный фактор ухудшения в Китае, а не то, что в самом Китае будут какие-то проблемы. Поэтому я вижу вот эту стабилизацию китайской экономики, она до весны, они как-то дотянут, да, судя по PMI, да, соответственно, и по, в целом, то, что там какое-то есть ускорение там внутренних процессов, то, что еще прежняя власть утвердила там ряд инфраструктурных проектов, вот, но те стимулы, которые идут в этом году, они, опять же, здесь отмечу, они несопоставимы там с 2008-2009 годами, это будет там очень маленький эффект на экономике, очень, соответственно, они растянуты на несколько лет, да, и поэтому они будут так, ну, слабо чуть-чуть там поддерживать определенные отрасли, периодически будут поступать заказы там металлургам, да, там, связанные с инфраструктурными проектами, да, и вот сейчас процесс там потихоньку начинает налаживаться, но это не тот масштаб, который был тогда, который там ВВП отчасти спасал, да, целый год. Поэтому, я думаю, до весны такая некоторая стабилизация, если у нас, опять же, не будет в Америке вот этих вот бюджетов. Ну, понятно, мы все время ездили, да, мы все время. Да, она пройдет, а дальше, в общем, в лучшем случае, без каких-то кризисных явлений в США и при плавной стабилизации в Европе на следующий год, там, плавной выползании потихоньку Европы к концу 2013 года, да, из того дна, которое оно есть сейчас, я думаю, все равно в Китае это там не более там 7%, 7-8% это очень хороший рост на следующий год. Вот, ну, то есть, резюмируя, без какого-то ажиотажа, без бурного роста, но если вовне Китая будет более-менее каких-то коллапсов не будет, из-за политической почвы, там, или по-другим, из-за долгового кризиса, то, в принципе, достойные темпы на уровне этого года, в принципе, есть шанс там. Я понял, то есть Китай не будет, сам Китай инициатором, да, следующего мирового кризиса, не будет? Он скорее, нельзя сказать, что Китай будет, как бы, той экономикой, которая вытащит всю мировую экономику, как, в общем-то, происходило там, в том числе и в восьмом году. В восьмом-девятом, потому что там была колоссальная стимулирующая программа, и плюс, соответственно, стабилизация там в США, с точки зрения там низких ставок и колоссальной ликвидности, это все привело к этому эффекту. И девятый-десятый год еще, и вот кризис в еврозоне, да, очень часто мы видим, что Китай там начинает своими, да, инвестициями, какое-то время поддерживал просто, да? Ну, да, ну, то есть тех темпов роста там колоссальных их нет и не будет, наверное, в ближайший год, пока, соответственно, с точки зрения политики, то, что, соответственно, сейчас съезд партии прошел, а на практике, да, все органы исполнительной власти и все, в общем-то, администрации, да, будут сформироваться. И, наверное, только к весне. И то есть реальная работа уже пойдет, наверное, где-то только с весны. Поэтому я бы не ожидал каких-то новых мер в ближайшем месяце, но вот в лучшем случае они дотянут, такая стабилизация, и некоторое восстановление экономики вот до весны пройдет. А дальше уже больше, я думаю, будет зависеть от состояния Европы и от США, что будет в Китае, потому что внутренних программ нету, поэтому там есть колоссальный, вроде бы есть потенциал по росту внутреннего спроса, да, но эта тема очень глобальная, там, не одного года, поэтому... Внутренний просто, да, это проблема китайская. Хорошо, ну и теперь на отечественную площадку посмотрим на отечественный, любимый, родной фондовый рынок, Олег. Что ты видишь в перспективе до конца года? В перспективе до конца года. Ну, до конца года я, наверное, думаю, что мы все-таки подрастем относительно тех уровней, на которых мы сейчас находимся. Заметь, конечно, да, если мы это сделаем, то финал, да, итог года будет позитивным. Итог года будет позитивным. Дело в том, что российский фондовый рынок, ни индекс МВБ, ни индекс РТС никогда не подал два года подряд. Вот, это говорит о том, что все-таки больше шансов на то, что этот год будет растущим, тем более мы находимся там вблизи каких-то нулевых отметок относительно начала года, и два таких эффекта, как сезонных, вот, ноябрьские спецкактивности в конце и плюс возможное предновогоднее ралли, они, в принципе, могут приподняться российскому рынку. Ну, и опять же, делаю оговорку, если не будет происходить никаких-то существенных внешних неожиданностей. Взять тот же самый Китай, он в очередной раз может повздорить с Японией по поводу островов, например. Ну, кстати, вот он просто повздорил, и это как-то мы увидели. Ну, на тормоза спустили дело, да, какое-то вот. А сейчас, может, не закончится тормозами уже, да? Ну, наш мир настолько нестабилен, что... Это да, это да, приходится признать. Хорошо. С точки зрения рынка сырьевого и нефти в том числе, она, вот, опять я повторюсь, и, я надеюсь, вы со мной согласитесь, все-таки нефть держится весьма уверенно, да, 110, и ниже-то не особенно она и спускается, и даже, где-то я сегодня опять тоже аналитику выдачетал, есть основания видеть, да, локальные максимумы, недавние максимумы, там, районе 116-118. А рынок Российской Федерации, фондовый рынок, не особенно стремится за этой самой нефть. Вот с этой точки зрения. Олег. С этой точки зрения, я хочу сказать, что, если посмотреть на нефть, бренд по отношению к WTI, там есть существенная премия, и она основана в сложной ситуации на Ближнем Востоке, напряженностью, и это, на мой взгляд, вот эта вот напряженность, она не является фундаментальным фактором, и, в принципе, если там ситуация начнет разрешаться, ну, вот очередная, да, война Израиля, там, конфликт. Ну, не дай бог, да, если все там будет плохо, то, в принципе, вот, может начать сходиться спред между WTI и бренд, а там он очень существенный. А за счет чего, за то, что лайт будет расти или бренд падать? Я думаю, что этот процесс будет встречный, то есть может расти и лайт, и особенно, если там появятся какие-то механизмы или каналы перекачки. Я думаю, что американцы в этом пока не заинтересованы, и мы не видим такого сближения. Но в то же время, если посмотреть на бренд, то представляется, что в текущей ситуации та цена, которая вам колеблется, там, 110 плюс-минус, она, наверное, и до конца года и сохранится. Это... То есть некое справедливое все же, да? Да, по сути дела, пока оказывает нашему рынку определенную поддержку. Поддержку. То есть он не падает глубже именно потому, что нефть не валится? Не падает глубже потому... Хотя, с другой стороны, нефть растет, а он не особенно растет. Ну, надо сказать, что индекс РТС, как рассчитанной валюте, поделить на цену на нефть, там, в течение последнего года, ходит в достаточно узком коридоре, практически там, стабильный. То есть мы, как бы, отслеживаем в среднем некоторый уровень нефтяных котировок. Хотя, если брать предыдущие годы, там, более ранние, 2010-е, то, конечно, мы находимся ниже. Ниже тех уровней, на которых могли бы находиться. Но я думаю, что здесь, скорее, вопросы в другой плоскости лежат. Ну, и всегда, не всегда, очень часто, да, вот это, когда слышишь, мы находимся ниже, чем могли бы находиться, говорит о том, что есть куда расти просто. Нет, безусловно, есть куда расти. На мой взгляд, рынок российский достаточно дешев по отношению к среднеисторическим значениям. Последнее решение наших властей о том, что государственные компании должны выплачивать не менее 25% чистой прибыли на дивиденды. Я думаю, оно позитивно. Там, для государственных компаний, Газпром, наверное, будет платить хорошие дивиденды по отношению к той же цене, там, Роснефть. Это его может поддержать, да? Да, это все может поддержать, поскольку вот в условиях такого бокового рынка, чем, обусловно, фундаментальный этот боковый рынок? Неопределенностью. Что будет непонятно с США, что будет с Европой. Поэтому никто особо деньги не вкладывает, не инвестирует из-за такой вот среднесрочной, переходящей в долгосрочную неопределенность. И в этом контексте пользуются спрошенные бумаги, которые реально могут приносить какие-то там деньги через дивиденды и тому подобное. Хоть маленькие, но какие-то. Не колебания курсов, да? Да. МТС тоже самое предлагает неплохие дивиденды платить на горизонте будущих нескольких лет. Поэтому есть интересные бумаги. Можно просто составлять дивидендный портфель, исходя из вот этих предположений относительно будущих дивидендов. И надеяться на то, что российский рынок сильно не нырнет вниз. Ну да, дай бог. Последний вопрос, только очень коротко, времени не так много, беспокоит всех и нас с вами, естественно, процесс оттока капитала. Вот с этой точки зрения, Миш, какие перспективы ты видишь? Будет это продолжаться или все же? Да я вижу, что отток замедлился. Замедлился. По итогам года вместо, там, десятка. Миш, извини, я вынужден тебя прервать. У меня есть анонс «Популярное решение российской власти. Туда ли мы движемся?» На это другие вопросы Юрия Пранько. Сразу после выпуска новостей отвечает бывший минист финансов Алексей Кудрин. Сегодня в гостях реального времени. А я благодарю моих гостей. Благодарю, уважаемые слушатели, всего вам хорошего. Спасибо за внимание. Успехов на рынке увидим.